дорогие друзья я очень рада приветствовать вас на канале тортюфла сегодня готовим обалденно вкусный нежный закусочный торт из кабачковых блинчиков для начала подготовим овощи нам понадобится лук здесь две луковицы я их уже порезала вот такими четвертиночками две такие приличные большие луковицы чем больше лук и чем лучше он обжарен тем вкуснее в итоге будут наши блинчики отправляю на разогретую сковородку сковородку я уже налила немного растительного масла и теперь буду помешивая обжаривать лук до такой приличной золотистости лук должен стать очень вкусным и красивым вот посмотрите какой симпатичный очень очень ароматный обжаренный лук получился в данном случае нам именно обжаренный лук нужен не тушеный а вот такой вот загорелый с корочкой и теперь мы сюда к луку добавляем кабачки кабачки я тоже вот на такие четвертинки порезала здесь у меня три маленьких кабачка ну или два таких небольших средних и теперь я это на большом огне буквально пару минут обжарю вместе с луком а потом накрою крышкой уменьшу огонек до маленького и буду тушить до полной мягкости до полной готовности кабачка солить и перчить пока ничего не будем вот наши кабачки готовы они стали абсолютно мягкими теперь я их перекладываю в миску который буду делать сами блинчики чтобы ничего не пачкать дополнительную посуду теперь наша задача прямо тут все измельчить до полной однородности я буду это делать с помощью погружного блендера можно в комбайне как удобно вперед в итоге получилось вот такое абсолютно однородное кабачковое пюре я его сейчас немножечко помешала чтобы она остыла прежде чем мы будем вводить яйца но сначала мы добавим сахар и соль будет достаточно чайной ложки сахара и половина чайной ложки соли на такое количество нам понадобится два крупных яйца но я хочу сказать что блинчиков из этого количество будет много на торт нам хватит и еще поесть поэтому если только вы делаете торт то можно например где-то в два раза уменьшить количество всех продуктов я добавляю 2 яйца и тщательно перемешиваю теперь добавляю полстакана молока и потом добавим еще молоко разбавив наше тесто опять перемешиваю и постепенно начинаем добавлять муку должно получиться такое достаточно густое тесто а потом мы его уже разбавим молоком до нужной нам консистенции я буду добавлять вот сразу по три ложки и тщательно размешиваем густое однородное тесто у нас получилось теперь я добавляю сюда же буквально две столовые ложки подсолнечного масла без запаха еще раз перемешиваю и вливаю молоко полный список ингредиентов будет под видео в описании в итоге у нас получилось вот такое довольно густое тесто но она льющиеся теперь начинаем выпекать блинчики сковорода должна быть очень хорошо разогрета она должна быть прямо горячий и огонь после того как она уже хорошо разогрелась мы убавляем до чуть выше среднего первый блинчик для выпекания первого блинчика мы смажем сковороду а потом уже можно не смазывать поскольку мы добавляли подсолнечное масло в наше тесто и теперь немного выливаем нашего теста и или ложкой или вот я обычно это лопаткой сейчас покажу я помогаю распределиться блинчику по всей сковородке как вариант еще можно с помощью кисточки распределить очень легко все распределяется и блинчик в итоге у нас получится тоненьким выпекаем блинчик с одной стороны минутки две он должен очень хорошо зарумянится подрумяниться с одной стороны только потом мы его перевернем на другую сторону тогда он очень легко и просто все переворачивается блинчик получается очень вкусный очень ароматный уже вот пахнет печеным кабачком и жареным луком вот примерно так теперь ждем когда у нас подрумянится только потом будем переворачивать примерно пара минут с одной стороны видите очень легко переворачивается и наверное минутка с другой стороны наш блинчик готов вот первый блинчик наш готов такой он красивый румяненький получился и поехал следующий блинчик жарится так и опять помогаю лопаточкой переворачиваем готово вот блинчик остыл хотела показать его немножко поближе вот такой он получается у него есть некоторая толщина он не совсем тоненький но довольно тонкий все равно вот так можно его легко сложить можно в него заворачивать давайте его разорвем покажу очень очень он нежный очень очень вкусный отчетливо чувствуется кабачок но такой приятный вкус и жареный лук в качестве начинки для нашего торта из кабачковых блинчиков я буду использовать яйца и сыр я уже натерла их на мелкой терке принципе конечно подойдет абсолютно любая начинка а в качестве такой промазки будем использовать сметану или можно йогурт натуральной нот у меня сметана маложирная и плюс как добавка это сыр фета лифитакса нам будет достаточно вот буквально 100 даже чуть меньше можно взять грамм 80 сыра я его сейчас прямо вилкой измельчу и добавлю сюда сметану при желании можно добавить еще зубчик чеснока и зелень любую которая нравится я хочу оставить так чтобы вот это был такой совсем нежный вариант торта и добавляю сюда сметану теперь просто тщательно все перемешиваем до однородности и промазка такая наша готова вот в итоге у нас получилось только блинчиков они уже немножко подостыли и теперь начинаем собирать очень быстренько наш тортик кладу первый блинчик и его немножко смазываю сметаной светой как вариант можно вообще эти блинчики промазать вот такой вот заправкой и пересыпать например разными разной зеленью будет уже очень очень вкусно и теперь посыпаем сыром чуть-чуть буду посыпать немножечко слои буду делать очень тоненькие накрываем следующим блинчиком опять смазываю и теперь посыпаю яйцами следующий блинчик сыром потом опять яйцами так пока у нас не кончится начинка и блинчики верхушку торта я посыпаю рублены яйцами так последний штрих и можно разрезать наш тортик посмотреть как он выглядит внутри у нас очень нежные так называемые коржики очень все легко режется так вот так наш тортик выглядит сбоку вот такой он симпатичный солнечный у нас получился торт а я от всей души вам желаю приятного аппетита попробуйте приготовить ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока увидимся увидимся